МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безошибочно можно назвать украинское наступление в Курской области. Такого не ожидал никто. Постойте, не только в Курской, но и в Белгородской же, но еще украинский ГУР подбил российский военный катер в Крыму, и газовая вышка в Черном море тоже сгорела. В это же время российская армия наносит ракетные удары по Донбассу. При атаке на супермаркет в Константиновке гибнут минимум 14 человек, двое из которых дети. А в Краматорске от российской ракеты пострадал объект критической инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие. Но давайте обо всем по порядку. Это новый виток войны или признак ее кульминации? Какие будут последствия? Как будут развиваться события дальше? Все это мы сегодня обязательно разберем в мельчайших деталях. Рассмотрим, так сказать, под микроскопом. Во вторник, 6 августа, приблизительно в 10 утра по Киеву в социальных сетях посыпались первые сообщения о том, что украинская армия прорвалась через границу со стороны Сумской области в Курску. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позже российская Минобороны уточнит, что прорыв произошел приблизительно в 5.30 утра и что украинская группировка, которая зашла на территорию России, насчитывала не более там тысячи человек. К 11.30 того же дня в Телеграме появляются видео захвата в плен десятков российских пограничников и солдат срочной службы. Картина поистине драматического. Такого за более чем 10 лет освещения российско-украинской войны я еще не видел. Смотрите сами. К полудню того же дня украинские военные подходят к окраинам суджи Лебедевки и Куриловки Курской области. В 14.00 по Москве ФСБ публикует заявление о, цитирую, массированной провокации Украины. Кстати, если вы вдруг не знали, то пограничники в России подведомственны именно ФСБ. Так что им бы что-то раньше следовало сказать, но сказать, очевидно, было нечего. Уже после обеда российский сегмент интернет шокирует видео авиации в небе. Россияне внезапно почувствовали, что такое война на своей территории. В среду появляются кадры о разрушении в городе. Российские военкоры-пропагандисты, конечно же, делают акценты на том, что ВСУ якобы разрушают жилые дома и гражданские объекты. Такая вот с***ня. Вон что осталось от прокуратуры. Видно, нет. Там, м***й, гуляется, вон, в дом, походу, прилетело. Вот так у нас, м***й, девчон, здорово, в***ть. На самом деле российская авиация вполне вольготно себя чувствовала, бомбя собственные населенные пункты, пытаясь противостоять наступлению ВСУ. Кадры бомбардировок выкладывали в сеть сами же россияне. Уже к вечеру первого дня Минобороны России заявило, что, мол, украинцы потерпели сокрушительные потери и вернулись на собственную территорию. Правда, потом этот пост куда-то чудодейственным образом пропал. Ну, бывает. Но уже утром на следующий день российские же военкоры стали сообщать, что под контроль украинской армии попали еще несколько населенных пунктов. А чуток позже разрешенные еще пока в России интернет попали кадры эвакуации местных жителей. Действительно, украинские военные якобы вышли, а российские МЧСники продолжили эвакуацию, цитирую, в условиях тяжелых боев. В тот же день Герасимов рассказывает Путину в присутствии других топовых силовиков, что все, проблема решена. Закидали ракетами, напугали, прогнали. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии, продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Путин при этом, мягко говоря, выглядел не очень радостно. Журналисты телеканала на настоящее время подсчитали, что российский диктатор во время всех этих показных совещаний теме Курской области посвящал каждый раз не больше минуты. А вот меня лично поразило отсутствие какого-либо смысла в том, что говорил он. Слова ради слов. Вот вам пример разговор Путина с врио-губернатора Курской области. Сегодняшняя ситуация требует известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти, и в том числе перед губернатором и вашей командой. Чего сказал-то? Мне кто-нибудь может перевести? Пишите в комментариях, если смотрите программу в интернете. Ну а раз вы уже полезете в кнопки под этим видео, то уж поставьте лайк и подпишитесь на наш ютуб-канал. Можно также поделиться с друзьями. От этого всем будет только лучше. Того же 7 августа в Телеграме появляется видео разбитого пропускного пункта в районе хутора Зелёный Шлях. Западнее Суджи. Б***ь автоматы, солдаты валяются. Б***ь не в рот, б***ь. 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 Утром 8 августа российские провоенные телеграм-каналы пишут, что украинская армия продвинулась ещё дальше и взяла под контроль ещё несколько населённых пунктов. Но местные власти и российское военное руководство продолжали рассказывать, что ничего, мол, не происходит. Всё настолько хорошо, что власти посылают в Курскую область тьму бронетехники. О чём радостно трубят изо всех труб. Показывать продвижение собственной техники это что-то новенькое. Даже заблогеры начали возмущаться, что противник этим воспользовался. Помните, как зимой и весной 2024-го украинские военные сжигали колонны танков и других бронемашин? Приблизительно то же самое случилось и в этот раз, только уже на территории России. Наверное, поэтому позже, опомнившись, мироборона России показала, как разворачиваются танки на боевых позициях. Правда, приводят их в боевую готовность, почему-то не расчехлив стволы. Вот, смотрите сами. Кстати, в том же Телеграме про кремлевские ресурсы поговаривают, что 48-летнего автора видео «Разбитой российской техники» задержало ФСБ. Телеграм-канал МАШ пишет, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за шпионаж. В общем, украинское наступление не прекращалось ни в субботу 10-го, ни в воскресенье 11-го августа. Оно то наращивало темп, то замедлялось. Но о возврате на свою территорию явно речи на прошлой неделе не шло, несмотря на то, что так этого хотелось российскому руководству. А я вам спешу напомнить, что вы спокойно и без ограничений можете комментировать этот выпуск программы, если смотрите ее в интернете. Также, пожалуйста, поставьте лайк этому выпуску и подпишитесь на наш YouTube-канал. Здесь много интересного.